Реклама Что вы знаете про Египет? Наверняка многие вспомнят про фараонов, пирамиды и сфинксов. Только к нынешнему Египту это почти не имеет отношения. Нет, не переживайте – пирамиды всё ещё стоят на месте. Просто они вместе со сфинксом и фараонами — это наследие Древнего Египта, от наследия и культуры которого в современной стране мало что осталось. Полторы тысячи лет назад началась так называемая арабизация Египта, когда его захватил арабский халифат. Сейчас имена арабы составляют от 75 до 85% населения Египта. А, собственно, египтяне, теперь их называют копты, остались в явном меньшинстве. Так что человек, который будет показывать вам наследие Древнего Египта на экскурсии, скорее всего, никакого отношения к этому Древнему Египту иметь не будет. Большая часть Египта находится в Африке, не считая Синайского полуострова, который принято относить к Азии. Именно здесь расположен Шарм-аль-Шейх. В 20 веке Синайский полуостров несколько раз становился местом войны между Египтом и Израилем. Первая война началась в 1947 году, за год до создания Израиля как независимого государства. Сразу несколько арабских стран начали войну против еврейского населения Палестины. Израиль стал независимым на второй год войны и вышел из нее победителем. В 1967 году состоялась так называемая шестидневная война. Израиль выступил против арабской коалиции в составе Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира. За несколько часов 5 июня израильтяне уничтожили всю авиацию противника, а потом за несколько дней без проблем разбили их наземные части. В результате войны весь Синайский полуостров оказался под контролем Израиля. Спустя 6 лет произошла так называемая война судного дня. Коалиция арабов вновь напала на Израиль и поначалу действовала успешно. Египтяне теснили противников на Синайском полуострове. Но мобилизация израильской армии все изменила. Война продлилась менее трех недель. Но к ее окончанию израильская армия была уже в 100 километрах от столицы Египта, Каира. Боевые действия остановились при вмешательстве СССР и США. Мирный договор был подписан только в 1979 году, через 6 лет после окончания войны. По нему Израиль согласился вернуть Египту Синайский полуостров. Большую часть своих поселений на полуострове израильтяне разобрали, но некоторые достались Египту. Например, поселение Афира, которое теперь и стало Шарм-аль-Шейхом. С тех пор отношения между странами удалось относительно нормализовать. По крайней мере в Египте уверяют, что израильтяне без проблем теперь приезжают в бывшую Афиру на отдых.